Несколько лет подряд контактные зоопарки были трендом по всей стране. Людям нравилось гладить и брать на руки экзотических и диких животных. Недавно зоозащитники возмутились плохими условиями содержания животных, обращению с ними. И вскоре появился новый ограничивающий деятельность предпринимателей документ. Согласно постановлению, такой юридической формы, как контактный зоопарк, теперь не существует. Поэтому и владельцам сейчас приходится быстро искать альтернативные названия. Например, выставка или мини-ферма. Правда, есть нюанс. Выставка животных может работать только 4 дня. Дольше запрещено. Показывать животных на постоянной основе могут только мини-фермы, зоопарки и океанариумы. В Барнауле работает два уже неконтактных зоопарка. Полностью исключается контакт с животными. То есть нельзя гладить, заходить в клетки, например. Но опять же, с нюансом таким, что контакт разрешен на определенных площадках, где животное можно погладить, покормить. Но при любом желании животного оно может уйти и спрятаться. Еще одно значимое требование – зоопаркам нужно переехать из торговых центров в отдельно стоящий павильон. В крупных моллах контактные зоопарки расположены на верхних этажах. И в случае ЧП животных не спасут. Это первая причина. Вторая – животные находятся в постоянном стрессе от шума и суеты. В постановлении написано о том, что мы обязаны обеспечивать спокойное проживание животных. И поэтому громкая музыка запрещена на территории зоопарков, фейерверки запрещены. Предпринимателям придется оформлять лицензию обычного зоопарка и соблюдать дополнительный ряд строгих правил. На это все у бывших контактных зоопарков есть два года. В 2022-м прокуратура будет вправе принудительно закрыть всех нарушителей. К слову, в некоторых городах владельцы контактных зоопарков не стали дожидаться этого момента и закрыли бизнес на животных сами. А питомцев передали зоопаркам и заповедникам. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.